После Петра Великого у нас идёт Александр Третий. По секрету могу вам сказать, что Дмитрий является не только блестящим историком. Японцы сами богатырями большими не были. Для чего носились обмотки, остаётся для меня загадкой. Наконец-то мы подходим к концу. Простите за каламбур. Всем привет! С вами вновь видео-вок War Story. Мы подходим к обзору заключительной части коллекции, которая будет представлена на майском аукционе. Ну, скажем так, наконец-то мы подходим к концу. Простите за каламбур. Наконец-то, примерно дней через 10, я смогу приступить уже к своим непосредственным обязанностям. Будут впущены на воду два наших катера, о чём будет продолжаться сниматься видео на данном канале, а также на канале War Story FOD. Приглашаю вас подписаться на него и быть в курсе событий, происходящих на воде. Прошлый обзор мы закончили знакомством с Гришей. Это обмундирование, как вы помните, довоенное, лётное. А сейчас я хочу представить вам обмундирование пехотное и морское. У меня находится в руках гимнастёрка, которая тоже в очень хорошем состоянии. Судя по обшлагам рукавов, её вообще не носили. Она хранилась на складе. Имеется клеймо с даты выпуска. 1944 год. Имеется размер. Вещь просто замечательная. Значит, эта вещь идеально подойдёт как коллекционерам, так и реконструкторам, которые реконструируют события тех далёких времён. Состояние очень хорошее. Далее, наверняка, ваше внимание привлекли эти замечательные ботинки. Перевернув их, мы можем обнаружить надпись USA, размер 40-й. Производство фирмы Goodrich. Эта фирма Goodrich, она до сих пор на плаву, изготавляет резины для автомобилей и мотоциклов. А во время войны они занимались производством данной обуви. Обувь не ношеная, хранилась на складе. Её, по-моему, не одевали вообще ни разу. Имеет кожаные шнурки. Имеет металлическую подкову на носу. Имеет уплотнение металлическое на каблуке. Вот в таких ботинках американская армия высаживалась на Западном фронте. А нам они поступали по ленд-лизу. И в таких ботинках, в 1944-1945 год, можно было встретить красноармейцев. Вещь замечательная, уникальная. Также она интересна как реконструкторам, так и коллекционерам. Также у меня в руках находятся два подсумка. Подсумки уникальные. Находятся в очень хорошем коллекционном состоянии. Это подсумки от очень редкой винтовки АВС. Автоматической винтовки Симонова. Он имеет расширенные размеры. Имеет весь крепеж, который необходим. Здесь все замочки. Здесь всё в наличии. Всё целое. Они являются очень редкими, потому что сама по себе винтовка АВС. Она производилась в очень небольших объёмах. Являлась в достаточной степени редкой. И, соответственно, подсумки к ней являются очень большой редкостью. А тут их целых два, что вызывает повышенный интерес. Заканчивая тему сухопутной армии, здесь имеется ещё ремень. Вот на который такие подсумки можно было и одевать. Это ремень бойца Красной Армии, рядового состава. В заключение, как вы помните уже из предыдущего выпуска, всё, что имеет чёрный цвет, имеет отношение к флоту. Значит, у меня в руках находится офицерский ремень периода войны с кобурой под пистолет ТТ, с карманчиком, с клапаном. На кобуре имеется клеймо, дата изготовления, 40-й год. Ну, на ремне клеймо нету, но он характерный очень для тех времён. Также имеется универсальная морская кобура, которая подходила практически под любой пистолет и револьвер, и ТТ. Ну, это она является универсальной. Также с офицерским морским ремнём. Также мы имеем морскую офицерскую планшетку-сумку. Она имеет все кармашки, которые положены, имеют здесь для хранения разных вещей. Но она не имеет планшетку под карту. То есть она применялась, скажем так, наверное, у высшего командования морских частей, соединений, переноски документов. И завершает морскую композицию данный замечательный китель белого цвета. Так называемая прям парусина. Это лёгкий костюм, имеет штрепки под погоны, имеет медные пуговицы. Они от времени немножко потушкнели. А раньше их чистили. Одевалась специальная пластмассовая накладочка такая вот сюда. Вставлялась, вот пуговица оставалась вот так вот примерно. А остальное было закрыто пластмассой. И пуговица начищалась. Тем самым костюм белого цвета не пачкался. После чего это всё вставлялось в следующую. Чистилась пуговица. И такой белый летний парадный костюм с блестящими пуговицами. Всегда вызвал повышенное восхищение лиц противоположного пола. Это было гордостью любого морского офицера. И завершает данный блок советской армии. Принадлежность вот такая вот универсальная линеечка. Она применялась у сапёров. Здесь есть клеймо изготовления. Какой завод его изготовил. А самое интересное здесь, что с обратной стороны линейки присутствует шпаргалка. Исписанная по всей длине линейки. С одной стороны мы имеем метраж в сантиметрах. А с другой стороны шпаргалка. Здесь можно прочитать, как минировать мосты. Как рассчитывать количество взрывчатки. Как подходить к минам и прочее. То есть это чисто сапёрная линейка шпаргалка. Вещь очень редкая. Её также можно использовать при формировании любой экспозиции, связанной с сапёрными войсками. Очень вещь достойная. Отступая хронологически всю далее и далее в глубок веков, мы переходим к двум следующим очень интересным экспонатам. За моей спиной находятся два стенда, посвящённые истории войны морского флота. Времён до русско-японской, русско-японской и Первой мировой войны. На правом стенде у нас собраны ленточки, принадлежащие береговым частям. На левом – экипажам боевых кораблей. Более подробно об этих кораблях и об этих ленточках расскажет нам историк Дмитрий. Который по своему обыкновению, как всегда, опаздывает. Но мы надеемся, что он подойдёт вовремя и расскажет нам об этих уникальных предметах. Всем привет! Я Дмитрий. И я сегодня почти не опоздал. Пришёл к вам для того, чтобы рассказать о вот этих вот замечательных ленточках, которые принадлежали экипажам кораблей, о которых как раз в двух словах хотелось бы вам рассказать, историю которых хотелось бы поедать. Начнём с верхней ленточки. Она совсем небольшая, она фрагментирована. Как, впрочем, и многие из них, состояние их, безусловно, среднее, но вещи редкие, вещи попадаются крайне нечасто. И даже в таком состоянии их найти большая удача. В данном случае мы имеем дело с целой подборкой ленточек без козырок. И начнём с верхней, с разбойника. Разбойник – это у нас фарусно-винтовой клипер, или по более поздней классификации русско-императорского флота крейсер 2-го ранга. Он был спущен на воду в 1878 году на Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. Служба у него была достаточно насыщенная. Он совершил большое количество переходов. Прежде всего, это были переходы с Балтики на Дальний Восток. Это были переходы и через Суэцкий канал, и огибая мыс Доброй Надежды. Был он в Южной Америке, был в Чукотском море, был в Японии. Поэтому он, что называется, пожил за свою корабельную жизнь, если можно так сказать, повидал много всего. И уже на закате службы в январе 1904 года прибыл в порт Артур, где и находился во время начала русско-японской войны. И перед сдачей порта Артура был затоплен на выходе с внутреннего рейда на фарватере. Произошло это в самом конце 1904 года. Следующий корабль, следующая ленточка, которая у нас присутствует в подборке, на ней написано «Князь Пожарский». Это у нас броненосный крейсер, спущенный на воду в конце 60-х годов 19 века. Известен он тем, что это первый российский броненосный корабль, цельнометаллический корабль, который вышел за пределы Балтики. Также интересный факт из жизни князя Пожарского в том, что это был первый корабль будущего адмирала Александра Васильевича Колчака. Он именно на нем вышел в свое первое плавание из Кронштадта. Петр Великий – это первый полноценный броненосец российского флота, один из сильнейших броненосцев своего времени. Он был спущен в начале 70-х годов 19 века. К началу 20 века он уже устарел и уже использовался как учебный корабль для подготовки артиллеристов. С 1917 года он находился в Ревеле, ныне Таллинн, Эстония, и уже использовался как плавучая база для подводных лодок. И с приближением окончания Первой мировой войны он перебазировался сначала в Гельсингфорс, ныне Хельсинки, после этого и в Кронштадт. С 1921 года он уже использовался как несамоходное судно, как баржа, как корабль для каких-то вспомогательных целей, который сам уже не передвигался и был исключен из состава военно-морского флота Советского Союза только в 1959 году. После Петра Великого у нас идет Александр Третий. Не сразу, если брать российских императоров. В нашем случае сразу. Об этом корабле мы говорили в одном из наших обзоров. Он назывался, если я не ошибаюсь, как немцы-турками прикидывались. В 1917 году, во время Первой мировой войны, только-только сошедший со стапелей, испущенный на воду, Александр Третий, это линкор типа императрица Мария, мощный для того времени, современный, принимал участие осенью 1917 года в столкновении с турками, с крейсером Мидили. И в том числе об этом в том обзоре я как раз и рассказывал. Два серьёзных военных корабля, оснащённые по последнему слову техники, немецкий линейный крейсер Гёбен и легкий крейсер Брислау с этого момента стали турецкими кораблями. Гёбен стал называться Явуз Султан Селим, а Брислау стал называться Мидили. И хотя формально это стали корабли турецкого флота, по факту это были немецкие корабли с поднятым на них турецким флагом. Следующая ленточка у нас не относится к кораблям, на ней написано Кронштфл полуэк, что расшифровывается как Кронштадтский флотский полуэкипаж. И как мне подсказал КЭП, полуэкипаж это воинское подразделение, флотское подразделение, которое было меньше экипажа, также были роты и полуроты. Оно было ограничено в каком-то функционале, в количестве личного состава, и поэтому называлось полуэкипаж. В данном случае Кронштадтский флотский полуэкипаж. Также у нас здесь присутствует ленточка с названием «Первенец». «Первенец» – это броненосная плавучая батарея, или, как тогда говорили, броненосная береговая оборона российского императорского флота. Этот корабль интересен тем, что в разное время им командовали адмирал Рожественский, под командованием которого позже, через несколько лет, вторая эскадра пришла на Тихоокеанский флот и приняла участие в Сусимском сражении. Также командиром «Первенца», последним его командиром, был Владимир Николаевич Миклуха, младший брат известного исследователя Миклуха Маклая. И часто его по ошибке, по схожести необычной фамилии называют также Миклуха Маклаем, хотя это относится к его старшему брату. И Владимир Николаевич Миклуха погиб 15 мая 1905 года во время Сусимского сражения. Разные есть версии. По каким-то его командованию был затоплен корабль, и он ушел на дно вместе с ним. Кто-то говорил, что видели его раненым, но не смогли взять в шлюпку, потому что не было мест. Кто-то видел, что он был в спасательном круге убитый, а японцы говорили, что хотели взять его на борт, но по каким-то причинам, соответственно, этого не сделали. И завершить рассказ о кораблях, ленточке, экипажей которых представлены на нашем аукционе, хотелось бы рассказом о крейсере «Память Азова». Назван он был в честь корабля «Азов», который отличился в морском сражении при наварении. А «Память Азова» был спущен на воду в конце 80-х годов XIX века. Самое, наверное, известное событие в его истории – это было восстание моряков на крейсере «Память Азова» в 1906 году. Шла первая русская революция, время было неспокойное. И командой крейсера в июле 1906 года был поднят мятеж. Было убито несколько офицеров. Был сначала ранен, а потом был убит командир корабля «Лозинский». После того, как мятежная команда получила контроль над крейсером, они отправились в сторону Ревеля, ныне Таллин, для того, чтобы найти поддержку среди экипажей других кораблей, для того, чтобы восстание стало более массовым. При переходе к Ревелю они встречали разные корабли, но те не вступали в бой столкновений с памятью Азова, поскольку это был крейсер, он был сильнее. Как только они видели красный флаг, поднятый над кораблем, они разворачивались, и крейсеру в память Азова не удалось нанести каких-либо серьезных повреждений другим кораблям российского императорского флота. При приходе в Ревель царские власти уже знали о мятежном корабле, порт был заблокирован, и в конце концов, итогом стал бой между экипажем и властями, в ходе которого погибло порядка 20 человек, контроль над крейсером был восстановлен. После восстания был суд, 18 человек были приговорены к смертной казни, большое количество членов экипажа были приговорены к каторге, хотя кого-то даже и оправдали. После подавления восстания, чтобы исключить всякие ассоциации с восстанием и с мятежниками, память Азова был переименован и получил новое название «Двина». С 1907 года он стал плавбазой подводных лодок и использовался по этому назначению до 1919 года. После февральской революции кораблю вернули прежнее название, и в 1919 году в Кронштадтской гавани во время атаки английских торпедных катеров. Это на самом деле достаточно яркое, но незаслуженно забытое событие того периода, событие периода Гражданской войны, интервенции. Мы с Алексеем и с Кэпом его обсуждали и хотели, я надеюсь, мы в ближайшее время, может быть в этом году, сделать обзор непосредственно в Кронштадте рядом с гаванью, показать, как заходили англичане, как они торпедировали корабли, потому что для многих это прям новость, что английские торпедные катера в гавани Кронштадта провели атаку, что-то им удалось даже утопить, в том числе крейсер памяти Азова получил попадание и затонул. Я надеюсь, мы об этом в ближайшее время расскажем. После окончания Гражданской войны, уже после, в декабре 1923 года, крейсер был поднят и разрезан на металл. Таким образом, в сегодняшнем рассказе мне удалось рассказать вам о кораблях, экипажах которых носили вот эти вот ленточки. Это действительно живая история. Я уверен, что эти ленты участвовали в части событий, о которых я сегодня рассказывал, может быть, в каких-то дальних переходах, может быть, они были на бескозырках экипажей во время каких-то ярких событий, таких как восстания или какие-либо сражения. Но в любом случае, вещи незаурядные, вещи достаточно интересные. И для меня это прежде всего отражение тех исторических событий, о которых мы с вами сегодня поговорили. Хочется поблагодарить Дмитрия за очень интересный содержательный рассказ. По секрету могу вам сказать, что Дмитрий является не только блестящим историком, но еще и старшим матросом в нашей эскадре в Арсторе. Раз вам затронул тему Цусимы, в заключении обзора коллекции. Хочется перейти к теме японского снаряжения, вооружения и вещей. Но первое, с чего хочется начать, это за моей спиной настоящий японский флаг. В Японии существовала традиция, когда воин, ну офицер, это не все нижние чины, а вот офицер уходил на войну, и в частности на флот, он брал с собой такой флаг. И на этом флаге его родственники писали ему различные пожелания. Вот здесь можно увидеть иероглифы, но, к сожалению, я вам перевести не смогу, но, может, найдутся лингвисты-японоведы и переведут, что здесь написано. Тема интересная. Она воспитывала патриотизм. Патриотизм в Японии, оно всегда был превыше всего. Выпускались вот такие вот открыточки. Здесь на ней написано посткарт, Made in Nikon. Иероглифы имеются. Вот такие открытки, пользуясь большой популярностью. Также в данной коллекции имеется очень интересная фотография. Это общий снимок участников морских сражений в Цусиме. Одеты они по-разному. Одеты в военной форме, в офицерской, одеты в кимоно. Если взять увеличительное стекло и посмотреть вооруженным глазом, то можно увидеть и одну, и две, и три звездочки, и ордена, и медали практически все здесь награжденные. Фотография очень интересная и прямо хочется ее рассматривать, прямо так увеличивая, смотря на застывшую страницу истории. Также имеется с обратной стороны отметка фотоателье, которая изготовила данную фотографию. Также предоставлена здесь интересная композиция. Здесь лодочка плывет, а на заднем фоне затонувшие корабли. Вот даже такой же лодочка, естественно, японская, под японским, ну, не флагом, с японскими символами, а корабли, естественно, вражеские. Даже такое украшение домашнее и то подчеркивал всегда непобедимый дух японских воинов. Также в данной подборке предоставлено несколько комплектов одежды тех времен. Японский мундир, японские штаны с такими вот застежечками, девственно новые, не одевались ни разу. Сукно, то есть видно по обшлагам, не обшарпаны ничего, это все совершенно новые вещи. Японцы ценители красоты и даже вот такая вот пряжечка, при ближайшем рассмотрении, пряжечка дополнительного ремешочка, такого золотого цвета здесь сделана, и так по виду напоминает плывущую черепаху. Черепаха являлась культовым зверем в Японии. Также имеется мундир, тоже в очень хорошем состоянии, но, к сожалению, здесь утеряны некоторые звезды на петлицах. Костюм новый, интересный, видно, что к нему подворотничок даже ни разу не пришивался. Присутствуют крючки, присутствуют пуговицы, карманы, все новое, в очень хорошем состоянии. Я думаю, что такой предмет тоже будет интересен не только коллекционерам, но, возможно, и реконструкторам. Еще один предмет военной одежды является суконные штаны, но они могут создать представление о японцах. К сожалению, они немножечко здесь имеют дефекты, но при показе в экспозиции эти дефекты будут скрыты. И также имеется очень интересная шинель, офицерская, японская. Маленького размера она, но такое впечатление, что японцы сами, богатырями большими не были. Петлички, капюшон суконный, имеются куговицы оригинальные, карманы. Это тоже вещь не носилась. Вещь антуражная и очень интересная. Также имеется комплект, состоящий из двух штук, обмотки. Для чего носились обмотки, остается для меня загадкой. Какую функциональность они испытывали, наматываясь на ноги над ботинками. Буду очень благодарен, если кто-нибудь расскажет в комментариях из подписчиков или зрителей нашего канала. Также имеются два мешочка. Один мешочек японские, непростые мешочки. О том, что они японские, во-первых, они приобретены недалеко от Японии, а во-вторых, имеют иероглифы с японскими надписями. В одном из мешочков находится бинт из перевязочного пакета, тоже с иероглифами. Тоже тех времен. Второй мешочек еще интереснее. В нем что-то позванивает. Если мы достанем оттуда, то мы увидим, я бы их назвал, набор чашечек для саке. Каждый уважающийся японец, вызывавший желание мауч бухнуть, доставал такой мешочек, извлекал оттуда чашечки, раздавал друзьям, разливалось саке и праздновались японопраздники. Также в комплект входит японская полевая сумка. В процессе обзора мы знакомили вас с большим количеством сумок, если помните. Была сумка с шифровальной таблицей, была черная сумка с вкладышем, которая применялась на торпедных катерах и тральщиках, были немецкие сумки, всякие разные. Вот это сумка японская, здесь звезда японская нанесена, застежка немножко другая отличается. Сумка совершенно простая, ничего внутри не имеет, просто два кармана. Можно было положить карту, можно было еще что-то такое сделать. Небольшой дефект здесь имеется ремня, вот такой вот. Но предмет сам по себе очень качественный, кожа сохранилась в очень хорошем состоянии, вещь антуражная, очень интересная. Здесь прошивка звезды, здесь вот ремешок прошит не просто так, а прошит звездой. Ну и закончим мы наш обзор вот этим вот замечательным альбомом. Про немецкий альбом мы поговорили, а вот так вот выглядел японский альбом. Самое интересное в нем, то что он открывается не по-человечески, он открывается не справа налево, а слева направо. Альбом практически пустой, фотографии из него удалены. Есть несколько фотографий, которые опять-таки, тем не менее, вставлены конкретно по-русски, то бишь для японцев вверх ногами. Здесь мы видим воинов-моряков в основном несколько фотографий, но они остались для антуража. Альбом займет достойное место в любой коллекции, связанной с фотографиями и связанной с военной историей, тем более с военной историей Японии. На этом наш обзор подходит к концу. Я наконец-то перестаю заниматься не свойственной мне деятельностью. Большое вам спасибо за добрые комментарии, которые вы оставили под прошлыми видео. Надеюсь, в скором времени увидимся на просторах Балтийского моря. 6,8 метров. Судя по всему, какой-то топляр цепанули. Ну да, похоже, но бревно было по звуку. Реки Невы под нашим замечательным флагом War Story Блог. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин